друзья приветствую вас на канале ниндзя капитал давайте рассмотрим какие события произошли какие тенденции на рынках и какие ожидать движения сегодня на вечерней сессии от доллара нефти золота рубля так ну вот блумберг прямо из 3 тем что боссы уолл-стрит разочарованы выходом после окончания эпидемии жизнь стала не то все не так ну на самом деле это вполне естественно потому что те изменения которые произошли вообще и в экономике и в социальных взаимоотношениях они никогда не дадут миру быть прежним соответственно текущая ситуация она таким образом развернулась что все пошло в сторону онлайна даже если кто-то заявляет что сейчас будут выходы в офис окончания эпидемии и так далее все равно это отложила неизгладимый отпечаток крен корабля в сторону онлайн остался и соответственно все дальнейшее движение она будет в направлении онлайна и офисы они будут утрачивать свою актуальность да сейчас как бы первая волна отскок когда вроде бы отступил корона вирус офисы нашел пополняться но потом в дальнейшем в результате волновых колебательных движений офисы постепенно будут выходить из игры и удаленка будет все кроме того как показала практика робин гуда волл-стрит особо не нужен это конечно утрирован а для каких-то целей нужны крупные инвестбанки но судя по тому как развиваются технологии в ближайшее время будет гибридизация осуществлять осуществляться будут возникать так называемые экосистемы когда банки айти компании будут между собой причудливо переплетаться объединяться и рождать новую реальность новую действительность ну и для таких виды изменений конечно же обязательно нужен онлайн и все должно быть уже по-другому не так как было раньше в конце 20 начала 21 века так но сегодня такой веселый день был для крипты и и начали официально применять в сальвадоре но там начались сразу какие-то технические сбои с банкоматами с переводами и поэтому крипто сегодня очень сильно просела еще немножко и она будет ходить почти как мечел каждый день но смотрите на самом деле ничего страшного в таком там падении насколько там на 10 17 процентов сейчас посмотрим нету для крипты такие движения они вполне как бы нормальный адекватно она как бы сама по себе ходит очень мощно то что нашлось государство которое уже как бы официально его в таком ключе массовом утвердила это я считаю очень большой плюс большая победа в дальнейшем эта тенденция будет расширяться может быть будут другие криптовалюты не обязательно биткойн я думаю все-таки эфириум его потеснит или как вариант еще что-то образуется я говорю именно о криптовалютах они каких-то там суррогатах так называемых цифровых деньгах потому что криптовалюты это децентрализованные протокол и соответственно они позволяют каждому в той или иной степени участвовать в эмиссии а то что сейчас обсуждается так называемые электронные деньги валютные электронная валюта то что планируют выпускать центробанки а это не криптовалюта это просто электронные деньги которые несут в себе информацию максимально полную и возможности для контроля по каждой транзакции так друзья сейчас крипту мы посмотрим обязательно давайте пробежимся по новостям в соединенных штатах продолжается значительный рост цен на недвижимость рекорд за рекордом но смотрите здесь на самом деле для недвижимости как ни крути обстоятельства сложились очень удачно с одной стороны дешевый ипотек ипотека за счет того что идут деньги в рынок с другой стороны вот это сочетание такой удаленки работы дома когда дом фактически становится офисом это все в совокупности очень сильно разогрела цены на недвижимость вот поэтому здесь ближайшее время я думаю если никакого краше не будет обвала то даже в случае торможения количественного смягчения все равно цены на недвижимость они может быть немножко просядут но не критично это связано с тем что уже изменился тип экономики тип работы потому что очень большое количество людей перешло в онлайн те кто не перешли ли те кто сейчас вернулись они какое-то время поколбасится поварится и потом эта тенденция я думаю возврата в онлайн и удаленка она будет постепенно вытеснять офисы и другие ранее бытовавшие системы взаимоотношений поэтому как это не парадоксально но если не будет полнейшего ада и расколбаться то жилой недвижимости именно у жилой недвижимости у нее достаточно ну скажем так перспективы безоблачные с моей точки зрения но опять же если разродиться экономический кризис то вся эта конструкция накачанная она может очень сильно просесть и цену на недвижимость буквально случае кризиса могут за год сложиться в два раза вот на такой сценарий мне кажется пока что маловероятным скорее всего действительно будет какое-то сползание вот потому что но если китай совсем что-то там не натворит и не обанкротит своего очередного застройщика или фонда я думаю американцы они вот после марта 2020 года очень чутко и очень быстро стали реагировать на любви любые трабл особенно связаны с ликвидностью они скорее всего даже сейчас сентябре когда начнется скажем так две недели турбулентности они постараются максимально безболезно этот период пройти так ну вот о проблемах нового правительства афганистане они не умеют печатать деньги ну тут есть опыт сальвадора переходите на крипту и тогда деньги вообще не надо печатать так друзья далее давайте мы на секундочку вернемся календарик сегодня был очень интересный календарик потому что по германии объем промышленного производства месяц к месяцу вышел позитивный но при этом индекс текущих экономических условий и экономических настроений вышел негативен и причем оба этих индекса они вышли хуже прогноза и причем 2 который более существенный он еще и вышел хуже предыдущего значения но ситуация у германии достаточно непростая потому что германия это сердце машиностроение автомобиля строение соответственно выпуск новых автомобилей очень сильно страдает из-за того что возникла нехватка полупроводников и поэтому германия здесь оказывается на острие и к сожалению для немецкой экономики вот этот промежуток времени ближайшие 6 месяцев скорее всего окажутся достаточно сложными так далее то что касается евросоюза здесь данные по ввп достаточно позитивные 2 и 2 процента квартал кварталу год году вообще 14 и 3 то есть целом по европе все достаточно позитивно проходит единственно только вот германия с автомобиле строение может немножко притормозить и тогда у европы дела тоже будут не очень энергично проходить так друзья давайте сегодня наверное отдадим дань крипте начнем с биткойна месячный таймфрейм но на самом деле несмотря на весь сальвадорский ужас-ужас в рамках мечного таймфрейма здесь ничего страшного не произошло просто небольшой коррекционный откат там насколько на 10-15 процентов для крипты это совсем можно сказать немного так друзья если на девочку переходить девочка по биткойну конечно страшновато но должен заметить что вот это движение она не переломила растущий тренд она бы переломила растущий тренд если бы коррекционный откат который здесь был пробил бы 40 целых 40 тысяч 500 долларов за биткойна такого не произошло и поэтому весьма вероятно вот это все превратится сейчас консолидацию истерика успокоится и он немножко проторгуется и продолжит рост обращаю внимание что критерий того что вот этот сценарий позитивный ломается это пробитие 40 тысяч 500 в этой ситуации весьма вероятно по биткойна мы увидим тестирование уровня 29 тысяч 28 500 ну и там посмотрим как будут разворачиваться события пока что здесь я не наблюдаю никаких трешевых адовых ситуаций но всего лишь покрыть и немножко откатились в результате того что она сильно росла инструмент очень волатильной и соответственно мы по ней получаем такое движение друзья обращаю еще раз внимание крипто это не тот инструмент которым торгуют с плечами это категорически противопоказано она и так хорошо ходит и здесь совершенно плечи не чему использование плечей в крипте приводит к обнулению счета доказано многочисленными примерами так друзья но вот снг и сегодня тоже немножко хандрит пока что ключевые уровни никакие не пробиты но весьма вероятно что ближайшие дни будет консолидация диапазоне 4500 4550 соответственно ключевой уровень сейчас пока что 4490 если он пробивается то следующая цель которая может остановить обвал это 4450 пока вот эти две цели уверенно не взяты я думаю никакого обвала не будет кроме того у нас еще до 18 числа есть время так что я думаю здесь боковик а вот на следующей неделе или через неделю мы можем увидеть что-то не очень приятное вполне вероятно так друзья далее нефть бренд девочка ну да сегодня наверх движение к верхней границе на 73 4 не срослось вот но пока идет движение в рамках консолидационного диапазона единственно напрягает то что пробили 72 но опять же здесь надо посмотреть как сегодня закроется день если закрытие будет выше месте двух то ничего страшного здесь можно сказать не произошло так друзья ну и переходя на часовик по нефти смотрите вот здесь то что несколько чувствительных уровней пробили это конечно неприятно но вот здесь вот где-то час или два назад были очень активные покупки кто-то набирал лонговые позиции соответственно в текущих реалиях а если сегодня у нас не возникает коррекционного дальнейшего отката вниз с пробитием 70 целых восемьдесят пять сотых тот эта конструкция она приведет к отскоку их движению на 72 55 вот сюда вот к этому значению если здесь все сейчас возникает пробой то тогда у нас уже следующая цель где можно будет смело ловить нефть она находится в районе 70 69 и 970 так друзья дали рубль-доллар юзды tomorrow но 73 3 мы сегодня сделали поэтому сейчас речь идет о том будет или не будет закрепления вот в этом диапазоне 73 и 273 35 если здесь закрепляется если сейчас не будет пробоя 73 18 то соответственно вся эта проторговочка она приведет тому что отсюда либо сегодня в конце дня что все таки мне кажется маловероятно завтра с утра будет движение у которого цель будет потестить 73 65 и попробовать закрепиться в районе вот этого значения то есть удержание вот этих позиций она ведет тому что сегодня или завтра развивается движение наверх если здесь возникает пробой то коррекционный откат на укрепление рубля в район 72 и 9 дальше без существенного роста цены на нефть я думаю движение не разовьется ну и в любом случае судя по тому как здесь пошла динамика даже если такой откат будет то скорее всего он будет коротенький и очень быстро вернется все назад так друзья далее золото давайте российский фьючерс возьмем часовик посмотрим но вот это движение которое произошло к но для такого периода времени если статистику за года рассматривать она вполне часто очень бывает и высоковероятно когда день труда не потом по золоту по серебру ну по золоту сильнее и чаще соответственно возникает просадка поэтому вот это движение которое было накануне она была несколько необычная вот она по идее сразу должно было здесь где-то просесть и проконсолидироваться в этом диапазоне в районе 1807 пошли ниже 1800 1796 это связано с тем что до этого было вот это приподнятие вот на текущий момент здесь конечно быстрого движения наверх не будет я полагал что из-за того что это движение произошло на прошлой неделе она просто ускорит движение по золоту наверх но здесь соответственно вот эту тенденцию и и переломили и соответственно вот эта консолидация проторговочка она сломалась и на текущий момент золото полагает полагается проторговаться в диапазоне 1800 1792 если будет уверенное пробитие на объеме 1800 отсюда пойдет движение цель которого 1812 1814 вот сюда к этому значению но мне кажется что какое-то время она здесь должно походить для того чтобы набраться энергии и потом отскочить если все-таки будет пробой 1792 в этой ситуации весьма вероятно будет следующий цикл движения у которого 1750 будет цель я на это не закладываюсь я думаю что я делаю ставку на то что будет проторговка в этом диапазоне и потом попытка отсюда отскока и выхода на 1814 уже на этой неделе друзья в общем то все основные моменты основные движения основные события спасибо за внимание успешных торгов если вам понравилось ставьте смело лайк и подписывайтесь на канал